Ну и возвращаемся к теме Израиля, не можем ее не коснуться. Иран заявляет, что не причастен к планированию нападения на Израиль. Вот так новость. В то же время аналитики Института изучения войны говорят о том, что Иран давал добро Хамасу на начало военных действий против Израиля. Что происходит на Ближнем Востоке? Будем разбираться с Игорем Семиволосом. К нам присоединяется директор Центра Ближневосточных исследований. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Да, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, на самом деле, как думаете, велика ли причастность Ирана к войне в Израиле? И какова доля России в этой всей истории? Ну, несомненно. Сейчас, после информации, которую получили о встрече в Бейруте, представителей Хамаса, Хизбаллы, экспедиционного корпуса Аль-Кутс и непосредственно участие Ирана в подготовке этой операции, можно говорить, что, ну, это очевидно, да, то есть, как бы, причастность Ирана к этой операции очевидна. То, что Иран официально заявляет, что он не причастен, давайте вспомним известную иранскую, иранскую, ишиитскую, так скажем, практику, такие, когда, собственно, лгать, это не является преступлением, и это достаточно распространенная практика, поэтому верить словам иранских представителей я бы не стал. Я, в первую очередь, конечно же, опираюсь на факты и опираюсь на то, что Хамас, на то соображение, что Хамас в этих, ну, вот без такой массовой и очевидной поддержки со стороны Ирана не предпринял бы такой отчаянный шаг. Поэтому здесь факт участия Ирана во всей этой операции, подготовки и реализации более чем очевиден. Вопрос России несколько сложнее, потому что пока прямых фактов участия России мы не видим. Но, исходя из того, что Иран и Россия являются сейчас стратегическими союзниками, связанные войной в Украине и многими стратегическими задачами, и Россия без Ирана не может решить эти стратегические задачи, то, очевидно, консультации на уровне ведомств происходили. И Россия была в курсе определенных моментов, может быть, не всех, но определенных моментов. Реакция России также свидетельствует о том, что они, как минимум, были уведомлены и знали об этом. В этом плане, конечно же, полностью потерпела крах стратегия правительства на Таньягу по попытке наладить отдельный трек с Россией для именно сдерживания Ирана. Мы видим, что этого не произошло. И просчет израильской дипломатии, израильской политики, очевидно. Ну, а про счетах и израильской дипломатии, и разведки мы немного позже и этого коснемся. Давайте сейчас, вот вы уже разобрались для себя, а какая цель этой операции? Каковы реальные цели Хамаса? Ведь понятно, что по силам Палестина не может тягаться, по силам вооружения с Израилем. Ну, возможно, делается ставка на расширение этого конфликта. Да, если, давайте смотреть и тактическую часть, и стратегическую часть. Вот если мы говорим о тактической, то задача хамасовцев была простой. Ну, как мне кажется, то есть захватить заложников. Эта стратегия работала и раньше. И торговаться уже, соответственно, с израильтянами по поводу выпуска заложников. И, соответственно, выпуска палестинцев с тюрем. То есть это мы уже видели раньше, здесь нет ничего нового. Но если мы, опять-таки, говорим о стратегических задачах, то эти стратегические задачи заключаются навязать Израилю такой формат войны, в котором он не в состоянии выиграть. То есть это война на несколько фронтов и, соответственно, стратегическое поражение Запада. Поэтому в этом контексте, если мы берем во внимание, что Иран вовлечен в этот конфликт прямым образом, то это меняет, собственно, картину и создает более широкую платформу, и где, собственно, война в Израиле сейчас, которая началась, является частью одной большой войны авторитарных режимов против демократических режимов и против Запада в целом. А сколько еще может быть фронтов? Какие еще страны могут принять участие в этой войне? Ну, есть, конечно, пока голословное заявление представителей Талибана, что они готовы, если в случае прохода по территории Ирана, Ирака и Иордании, Сирии, они готовы включиться в войну за Иерусалим. Но мне кажется, что тот же самый Иран вряд ли даст такой подход, хотя бы по причине того, что потом афганцев придется искать по всему Ближнему Востоку. И неизвестно, дойдут ли они до Иерусалима. С точки зрения других стран, которые могут быть вовлечены в конфликт, конечно, Сирия, она и так находится в конфликте с Израилем. И здесь тоже ничего нового. Ливан, есть ли Хиспала, который, кстати, не очень хочет, по моим сведениям, вступать в этот конфликт, но на него оказывают серьезное давление иранцы. То есть, собственно, Хиспала и экспедиционный корпус Аль-Кутс, это уже, собственно, подразделение корпуса Стражей Исламской Революции, тоже готовится как минимум и заявила о готовности вступить в сражение. Вероятно, отправная точка – это начало наземной операции против сектора газа. Получается тогда, что непростой выбор сейчас стоит перед Израилем, именно проводить или не проводить наземную операцию. Вы говорите, что на Хиспалу могут давить, похоже, на нее и Египет может давить. Ряд СМИ сказали, что египетские власти предупредили Израиль, что в случае наземной операции в секторе газа Ливанская Хиспала вступит в эту войну. Тогда что делать Израилю? Начать эту наземную операцию – это вызвать гнев половины, если не всего, арабского мира. Не начинать это внутри политический кризис. Правильно ведь? Да, это дилемма, которую поставил Израиль, собственно, его правительство. Здесь надо откровенно говорить, что правительство Натаньягу во многом виновно в том, что они оказались в этой дилемме. А может оказаться так, что перед дилеммой встанет и правительство Соединенных Штатов Америки? Да, может. Участие их в этом конфликте возможно? И это очевидно. И я думаю, что во многом расчет именно на это, потому что предположим даже, что в войну вступает в той или иной мере Иран, и тогда перед американцами становится очень серьезная проблема. Что делать с Ираном? Потому что Израиль, ну, как бы, ответит ударом на удар. А что делать тогда с Соединенным Штатом Америки? Потому что огромная война, большая война ближневосточная с такой страной, как Иран, точно не входит в планы американцам. То есть, возможно, что США придется вступать в прямой конфликт? Да, и это самый кошмарный сон, который можно себе представить. Ну да, последствия, конечно, предугадать очень сложно. Тем более, мы не знаем, до какого уровня достигла поддержка России, ВПК и Ирана. Многие говорили о том, что за несчастные шахеды они могут ядерные разработки передать. Вопрос еще в Китае, который пока еще молчит. Но Китай имеет большие планы на Иран и, собственно, на Ближний Восток. Поэтому он слово еще свое не сказал. А каким может быть его слово? Ну, пока, я так понимаю, это слово скорее общие фразы необходимости мирного урегулирования и так далее. Но ведь часто как раз молчание более красноречиво, чем слово. То, о чем вы начинали говорить, да, и мы обещали и в этой теме разобраться, в чем причина вообще этой войны, этого провала израильской разведки, неготовности израильской армии к отражению такой атаки, как пропустили? Ведь мы всю жизнь, ну, последние десятилетия, все разведки мира на МОСАД ориентировались. Да. Ну, это скорее во многом пиарная кампания. Я имею в виду ориентация на... Понимаете, спецслужбы работают таким образом, что сам факт того, что они могучие и они могут, знают все, уже является частью, собственно, этой спецслужбы. То есть люди как бы априори воспринимают ту или иную спецслужбу как могучую, которая может все, и, соответственно, так на нее реагируют. А на самом деле мы понимаем, что за последние годы происходила эрозия сил безопасности в Израиль в связи, собственно, с попытками того же самого Натаньягу проводить вот эту очень непопулярную судебную реформу. Общество расколото, и, соответственно, были и Димаши, в том числе представители спецслужб. Но здесь важное заключается в том, что я до конца не могу понять. Хотя, ну, в общем, как бы мы, извините, хотя мы имели, в общем, имели уже такой опыт, точнее, израильтяне имели такой опыт 50 лет назад. А вы понимаете, помните, да, что, собственно, Иль-Хамас начал операцию на 50-летие войны Судного дня. И это очень символично, что тогда правительство Голдемейр точно так же не смогло получить достоверные данные о начале войны. Но тогда якобы был хотя бы агент МОСАДА, который передал информацию из Египта. По состоянию у нас сейчас, мы, по крайней мере, у меня нет данных и свидетельств о том, что израильская разведка МОСАД, собственно, военная разведка ШАПАК, они что-то сделали. И эта война закончится так, как и закончилась война Судного дня. Спасибо огромное за то, что присоединяюсь к нашему эфиру. Это был Игорь Семиволос. Субтитры создавал DimaTorzok